10 февраля 1837 года солнце русской поэзии закатилось. В этот день трагически обрывалась жизнь великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Ему было всего 37 лет. В городской детской библиотеке, которая носит имя литературного гения, почтили память поэта на вечере квартирники. Организаторы постарались максимально погрузить гостей в пушкинскую эпоху. В фойе прогуливались дамы и галантные кавалеры, а ученики художественной школы делали зарисовки скетчи. На балконе второго этажа звучали музыка и песни. Гости могли согреться чаем, спитнем и сушками, особыми пушкинскими угощениями. В актовом зале ведущие в увлекательной форме рассказали о жизни Александра Сергеевича. Мы решили, что мы поговорим о Пушкине в виде азбуки. Несколько букв, мы берем всего лишь шесть букв, но это буквы, которые очень интересно рассказывают о людях, которые были близки Пушкину, рассказывают о каких-то знаковых событиях в его жизни и, конечно, о творчестве. Библиотекари постарались привнести свежий взгляд на жизнь и творчество Александра Пушкина, сделать факты интересными как для детей, так и для взрослых. Также участники вечера обратились к нумерологии. Взяв за основу трагические даты в жизни Пушкина, выяснили, что число шесть играет особую роль в судьбе поэта. В шесть лет он был женат на Наталье Николаевне, шесть лет учился в лицее. У него было написано 16 повестей, драм, шесть сказок. 600 подписчиков было у журнала «Современник». То есть шестерка все время где-то была рядышком с Пушкиным. Вот об этом мы тоже в формате «Квартирника» с песнями и стихами расскажем нашим читателям и поклонникам. Ещё одной изюминкой «Квартирника» стал открытый микрофон. Все желающие могли почитать стихи любимого классика, поделиться своими размышлениями о его творчестве. На лирический лад зрителей настраивал Игорь Иванович Оставненко. Музыкант исполнил две песни на стихи Александра Пушкина, а также романсы и произведения других авторов. В завершении вечера юные художники продемонстрировали свои работы, которые они создали в арт-пространстве. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.